Всем привет! Приезжая в новую страну, всегда очень интересно и удивительно узнавать ее особенности. А иногда это еще и очень важно, для того, чтобы не попасть в какую-либо глупую ситуацию. Сегодня я вам расскажу несколько особенностей шоппинга в Швеции, а также покажу цены на алкоголь и где его вообще можно купить, потому что это в Швеции не так уж и просто. Особенно, если вы любите выпить ночью и не любите покупать заранее. А еще сегодня я вам попытаюсь показать, как можно сэкономить на продуктах питания в Швеции. Короче, особенности шведского шоппинга и не только. Погнали! Первое отличие, которое замечаешь сразу же, подъезжая к любому шведскому супермаркету, это огромные зеленые контейнеры для мусора. Я думаю, давно известно, что в Швеции чуть ли не культ по разделению и переработке мусора. И каждый уважающий себя швед будет разделять мусор и, соответственно, отвозить в эти контейнеры. Например, в этой специальной зоне для мусора будет несколько контейнеров для бумаги. Бумагу делят на упаковочную бумагу и, например, на газетную. Также вы там найдете отдельный контейнер для упаковок, сделанных из пластика. То есть, например, упаковки по чипсам и подобное. Также вы найдете несколько контейнеров, которые предназначены для собирания стекла. И его делят как на цветное и на прозрачное стекло. И это два разных контейнера. Также отдельно стоит контейнер для консервных банок и также других упаковок, сделанных из металла. А еще, конечно же, стоят специальные контейнеры, в которые можно отдать свою ненужную одежду, которая потом будет сортироваться и хорошая уйдет на гуманитарную помощь в бедные страны. И самое интересное и, я считаю, очень офигенная вещь, что вот такие площадки существуют и построены не только в больших каких-то супермаркетах в городах, но и возле маленьких локальных супермаркетов, например, возле которого жили мы. То есть любой житель Швеции может разделить свой мусор, отвезти туда и отправить его на переработку. Еще у нас, например, лично в нашем поселке возле каждого дома стоял контейнер, в который также выбрасывали мусор. Это был общий мусор, то есть смесь разного пластика и бумаги. Но в этот контейнер мы не могли выбрасывать, например, стекло. Через определенное время за этими контейнерами приезжала служба, забирала их и, естественно, за эту службу, за вот такую услугу нужно платить дополнительно за вывоз вот этого мусора. Если же, например, кто-то решил, что он не хочет делить мусор и выбросить туда, например, то же стекло, то его могут оштрафовать. Например, ребята, которые работали со мной на ферме, рассказывали такую историю, что они приехали несколько лет назад. И так как они украинцы, естественно, они вообще не привыкли делить мусор. И они решили, что они не будут этого делать вместе с бумагой, с пластиком. Они выбросили всю органику. Ну, так вот, эта служба, естественно, забрала это все, но через пару дней привезла назад эти пакеты с мусором и сказала, что пока не переберут это все, не разделят, забирать его не будут. И ребятам пришлось это все перебирать, а на улице был июль месяц, и вы представьте, какой запах там был после пары дней в этих мусорных пакетах. Поэтому здесь все строго. Следующая особенность то, что при входе практически в любой супермаркет будет стоять специальный автомат для приема бутылок. И это давно известная тема по всей Европе. Например, если вы хотите купить воду в шведском супермаркете, вы видите цену. Пусть это будет 10 крон. Но на кассе вы заплатите не 10 крон, а, например, 12. Почему же такая разница? Да потому что 2 кроны вы заплатите за тару, то есть за саму бутылку. И на каждой бутылке будет написана стоимость этой тары. Где-то это 1 крона, где-то 2. И вот, когда вы купили бутылку воды, вы выпиваете ее и ваше дело сохранить ее и сдать обратно или все-таки выбросить. Но практически все шведы, и мы, когда были в Швеции тоже, сохраняли эти бутылки, собирали. И когда приезжали к супермаркету, приходили в этот специальный пункт и сдавали эти бутылочки в специальный аппарат. И когда вы сдали бутылки, у вас есть 2 функции. Вы можете отдать эти деньги на благотворительность, либо распечатать чек с суммой на эти бутылки. И когда будете рассчитываться на кассе, суммы вашей покупки вычтут сумму, на которую вы сдали бутылки. То есть фактически вы платите только как бы за аренду тары. Если вы хотите вернуть эти деньги, пожалуйста. И я думаю, это очень крутая тема, так как переработка пластика это тоже очень хорошо. Кроме того, чаще всего в этих пунктах стоит не только вот сам этот аппарат, который принимает бутылки, а рядышком. Есть еще умывальничек, где вы можете вымыть руки, так если, например, бутылки немного грязноваты. Либо если вы принесли какую-то бутылку и аппарат ее просто отказывается принимать, рядом тоже есть мусорка, куда вы можете ее выбросить. В Швеции существует несколько сетей супермаркетов. Например, это стандартный Lidl, который существует по всей Европе и известен своими низкими ценами. Дальше это Виллиас. Это тоже супермаркет с достаточно низкими ценами, но здесь атмосфера, обстановка, контингент и так далее немного поприятнее. Например, в Виллиасе мы часто покупали продукты и нам достаточно нравился сильно вот именно этот супермаркет. Также существует еще Ико и Ку. И эти два супермаркета немножко другие. Например, Ико достаточно дорогая, но тоже там существует много разных продуктов и товаров, которые мы тоже там часто покупали. Еще мне нравилось, видите, что там был отдел русских товаров, то есть можно было купить что-то наше. Так вот, чтобы сэкономить в таких сетевых супермаркетах, всегда нужно обращать внимание на акции недели. Они чаще всего расположены в специальных брошюрах, которые можно найти либо на сайте супермаркета, и эти скидки распространяются на одну неделю. Так вот, эти скидки всегда делятся на два типа. Первый тип – это скидки для всех. То есть любой человек, который приходит в этот супермаркет, не имеет даже членской карточки, может купить продукт по скидке, и на кассе его не ждет какой-то сюрприз. А вот есть второй тип скидок, и это скидки именно для членов клуба. И для того, чтобы получить эту скидку, нужно иметь карточку этого магазина. Поэтому будьте внимательны, всегда читайте, что написано на самой бирке со скидкой, так как часто бывают, что это скидки именно для членов клуба. И поэтому, если вы хотите экономить, то для вас будет прекрасной возможностью оформить карту. И что здесь сложного, скажете вы? Да ничего сложного, если у вас есть шведский национальный номер, и для вас это будет очень легко сделать. Но, например, для нас, так как мы были стажерами, и у нас был не постоянный шведский номер, а временный, мы не могли оформить эту карту просто так, так как система не принимала этот номер. Поэтому для нас были некоторые сложности. Например, в сети супермаркетов ИК оформить эту карту оказалось не так сложным. Мы просто перешли на сайт и нашли там вкладку, где можно было оформить карту без шведского национального номера. И в течение недели нам пришла карточка по почте, и мы спокойно ею пользовались, и никаких проблем не было. А вот, например, в Виллиасе было совершенно по-другому. Чтобы оформить карту члена Виллиас+, нужно было либо иметь шведский национальный номер, либо найти на сайте специальную анкету, скачать ее, распечатать, заполнить, отсканировать и отправить назад именно почту с просьбой прислать карту. Так вот, карту они нам так и не прислали. Просто прислали на почту специальный номер, который я предъявляла на кассе, и кассир вбивал этот номер, и тогда проходила скидка. Это было достаточно неудобно, так как приходилось каждый раз показывать скрин вот этого номера, и некоторые кассиры даже не знали о такой возможности и вызывали менеджера, который помогал им это сделать. Но все же мы смогли это делать, и это действительно помогало довольно сильно экономить. Поэтому пользуйтесь этими картами, тем более, если у вас есть шведский номер, это вообще достаточно легко. Еще один способ сэкономить, это покупать разные продукты, не только в супермаркетах, а в специальных магазинах, которые называются Oriental List. Чаще всего такие магазины держат именно арабы. Но нас это совершенно не смущало. Мы нашли такой магазин в том городке, в котором мы ездили на шопинг, и в этом магазине мы всегда покупали овощи и фрукты, так как они там достаточно дешевые. Например, если сравнить яблоки, которые я просто обожаю, то Вики или Виллиасе такой же сорт яблок Гала, который я тоже люблю, стоил 25 крон, а в этом магазине он стоил 10 крон. И действительно яблоки по качеству ничем не уступали яблокам из супермаркета. И это не только яблоки, это очень много товара. Поэтому, если вас не смущает обстановка от этого магазина, что вас будут окрушать люди, которые будут говорить на непонятном языке, которые не знают английский, то, пожалуйста, приходите в такие магазины и можно действительно сэкономить. Мы так делали. Сигареты в Швеции, как известно, довольно дорогие. И их не купишь просто так на открытом пространстве, как у нас, в каком-то любом ларке или в супермаркете прямо возле кассы. Для того, чтобы купить сигареты в Швеции, вам нужно в супермаркете найти специальный аппарат, такой терминал, где вы выберете ту пачку сигарет, которая вам надо, и то количество, которое вам надо. И тогда вам аппарат этот выдаст специальный чек, который вы возьмете и пробьете на кассе. Когда вы оплатите свою покупку вместе с сигаретами, кассир вам выдаст ваш общий чек на всю покупку, в котором будет указан номер. Вот этот номер вы берете и идете еще к одному аппарату, в котором находятся сигареты. Вы вводите этот номер в этот аппарат, и только тогда вам выдаются уже сигареты. На самом деле, очень интересная система, и мы не знали об этом, так как мы не курим, и довольно долго мы даже не думали об этом. Но однажды парень, который жил с нами, попросил нас купить ему пачку сигарет. Так вот, мы расплатились, нам отдали чек, и мы стоим и ждем наши сигареты. И смотрим, начинаю спрашивать кассира, а где же сигареты, почему мы же заплатили. А она пытается нам объяснить, что она сигареты нам не выдает, что нужно идти туда, вводить. И это было довольно интересно, так как я до этого никогда этого не делала. Поэтому знайте об этом. И если вам кассир не выдал сигареты, не нужно ей предъявлять или ему никаких претензий. И идите просто к аппарату. Но многие умельцы, так как сигареты, как я уже сказала, довольно дорогие, делают их сами. То есть покупают табак и скручивают сигареты. А вот сами фильтры и бумагу для сигарет можно найти в любом супермаркете, возле кассы. Вы можете это купить, так как шведы понимают, что сигареты дорогие, и многие это делают. И отдельная тема для разговора, это продажа спиртного в Швеции. Первое, что нужно знать, что государственное регулирование продаж алкоголя в Швеции одно из самых строгих в Европе. Поэтому весь алкоголь в Швеции продают только в специальных магазинах. В супермаркете вы сможете приобрести напитки не крепче, чем 3,5 градуса. Все остальное нужно будет идти уже в этот магазин. Частных алкогольных магазинов тоже не существует. Цель такого строгого регулирования, чтобы продажей алкоголя занималась компания, которая не хочет просто так впарить вам больше алкоголя, который не нужен рост продаж и рост прибыли. Так вот, эти магазины закрыты по ночам. Они закрыты в воскресенье и в праздничные дни. А в субботу они работают только полдня. Поэтому все шведы пытаются закупиться заранее. Также этим магазинам запрещено устраивать разнообразные акции и скидки, так как это не продукт, на котором нужно зарабатывать. Если тебе не исполнилось 20 лет, то алкоголь тебе не продадут. И в Швеции довольно часто случается такая ситуация, что практически каждый воспрашивает его ID. И для них это не какая-то супер смешная ситуация, когда у 40-летнего мужчины или женщины спрашивают паспорт для того, чтобы приобрести алкоголь. Шведы воспринимают это как комплимент и часто об этом любят рассказывать. Итак, шопинг в Швеции довольно приятная штука, как в принципе в любой другой стране мира. Особенно, если вы уже знаете все мелочи и детали. Поэтому, надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Ставьте лайк, подписывайтесь и спасибо, что досмотрели это видео до конца. До встречи в новых роликах. Пока!